Всем привет! Продолжаю вас знакомить с достойными смарт-часами от фирмы Куми. Сейчас рассмотрим еще двое часов от Куми, которые лично мне показались немного поинтереснее, чем в прошлом видео, хотя и там варианты достойные. Это стильные часики с закругленным стеклом Куми Q2+. На вид смотрится очень стильно и красиво. Часы умеют непрерывно мониторить 5 параметров и имеют 24 спортивных режима. Позиционируются как мужские, но я бы сказал унисекс, так как выглядят вполне привлекательно и на женской руке. Комплект поставки стандартный, часы, кабель для зарядки с магнитной колодкой и документация. Аккумулятор у нас на 200 мАч, экран 1,69 дюйма, 240 на 280 пикселей. Для мониторинга есть экран плюс кнопка, спортивные режимы, мониторят температуру, кислород, сон, пульс. Защита IP67, время работы от 5 до 7 дней и 15 дней в режиме ожидания. Часы выглядят немножко покрупнее многих своих собратьев. И мне они пришли с силиконовым ремешком черного цвета, но есть вариант и с синим. Общая длина с ремешком составляет 25,5 см. Застежка кстати сделана из стали, а сам ремешок показался мне немного жестким, хотя кому как. Корпус часов сделан из алюминиевого сплава, по верхней и нижней кромке идет аккуратная фаска. Вместе с главной фишкой часов, изогнутым по краям слева и справа стеклом, внешний вид получился симпатичным. Мне лично очень нравится их вид. Для возврата на предыдущий экран здесь используется одна единственная кнопка справа с красной меткой. Снизу находятся датчики, включая островок датчика температуры. Подключаются часы через приложение Glory Fit. Переведено оно хорошо, а работа с ним построена по принципу проводника. Следует лишь выполнять последовательно предлагаемые пункты, так что затруднений в общем не возникает. Сначала идут экраны информации, выбора пола и привязки часов, все просто. Приложение перебрасывает пользователя сразу в меню настройки установок. Пункт настройка часов подразумевает выбор циферблатов, коих тут немало. В часах есть свои, 4, но дополнительно можно выбрать в приложении, а также сделать кастомный циферблат с любым фоном или загруженным фотоснимком. Часы поддерживают автоматические постоянные замеры с периодичностью в 10 минут, пульса, температуре тела и содержание кислорода в крови. Постоянный мониторинг по желанию можно отключить, это кстати продлит работу часов без подзарядки. Точно так же можно отключить уведомления о звонках и сообщениях, например на ночь. Разработчики Куми основательно поработали над списком приложений, из которых возможно получать уведомления. Кроме популярных мессенджеров есть возможность получать уведомления от установленных в телефон приложений, чем могут похвастаться далеко не все недорогие смарт-часы. Само собой разумеется, что не забыли про возможность включения-отключения напоминания о необходимости размяться, установить до трех будильников, включить экран поднятием руки и выбрать способ уведомления. То есть можно либо вовсе отключить уведомления, либо выбрать уведомления вибрацией, либо показом текста на экране. Это полезно пользователю, например в транспорте. Держитесь рукой за поручень, уведомления вибрации есть, а текста доступного для глаз попутчиков нету, полезная опция. Имеется еще пункт общих настроек, где можно активировать спуск затвора камеры на телефоне. И делается это не нажатием на кнопку часов, а поворотом запястья, что удобнее. Также можно установить время работы экрана, проверить обновление приложения. Такой последовательный принцип организации и взаимодействия с часами, что предлагает приложение, нахожу правильным. Сначала настройки, потом основной экран. Главный экран, который используем постоянно, это экран мониторов. Здесь можно отслеживать пять основных пунктов. Количество пройденных шагов с целями, расстоянием и затраченными калориями. Монитор сердечного ритма, сна, содержание кислорода в крови и температуры. Каждый из них открывается в отдельном окне. Здесь можно подробно рассмотреть графики за текущий день, любой другой в календаре или период. А можно выбрать, какие из мониторов не нужны и отключить их. В режиме спорт приложение корректно выстраивает маршрут. Единственное, требует постоянного включения геолокации, а не только во время использования опции. Маршруты строят для трех вариантов занятий. Бег на свежем воздухе, ходьба и велопоездка. В целом к приложению у меня претензий нет, работает корректно, не вылетает. Постоянно обновляет данные. Если сейчас мы выйти из зоны связи с телефоном, то по возвращении они цепляются сразу и информация сразу сливается в приложение. Что же касается меню часов, то оно такое. Свайпом сверху попадаем в меню быстрых настроек. Здесь можно отрегулировать яркость, снова поменять циферблаты, посмотреть информацию о часах, выключить их, сделать сброс. Иконка динамика ни на что не влияет, может быть работает в модели часов с динамиком и микрофоном. Свайпом слева направо попадаем в расширенное меню функций и настроек. Из всех пунктов четырех экранов меню нигде больше не предублированы, лишь пункты активность, музыка и далее. В закладке активность собраны 19 спортивных режимов, но это не 24 заявленных. Похожее в это число добавили шагомер, измерение температуры, содержание кислорода, пульсометр, сон и погоду. Если так, то тогда все сходится. Управление плеером работает без нареканий. В пункте далее спрятаны секундомеры, таймеры, поиск устройства. Таймеры есть переустановленные, если их будет мало, то можно создать свой. Свайпом снизу вверх можно посмотреть поступившие уведомления и смс. Символы отображаются нормально и величина букв хорошая, но прочитать полностью можно только короткое сообщение из чата. Ну и свайпом справа налево открываем и листаем экраны мониторов температуры, шагомера, пульсометра, кислорода, сна и погоды. По температуре врут на градус. При достижении установленного порогового значения в 37,3 градуса и фактических 38, тревогу не включили. Картинку на красную монитора температуры не изменили. В то же время шаги считают нормально, как и многие, с погрешностью 2-3 шага на сотню. Если подытожить, то часы довольно интересные и красивые. Они точно унисекс. Есть, конечно, некоторые функции, которые не идеально настроены. Такие как обновление прошивки часов. Температуру измеряют не точно. Сообщения и уведомления читаются не полностью. И дублирование пункта в меню. Из плюсов это хороший перевод приложения и интерфейса часов. Постоянный мониторинг показателей. Возможность выбора способов уведомлений. Расширенный поиск приложений для получения уведомлений. Защита IP67. Привлекательный дизайн, что немаловажно. И то, что они унисекс. Лично мне нравится и дизайн, и количество выводимой информации на дисплей. И я бы лично присмотрел бы себе такие. А вы уже решайте сами. Это же вторые часы. Куми GT5. Они другие по форме и предлагают некоторые интересные функции, которых нет в Q2+. А именно, звонок с помощью часов. Но об этом чуть позже. При не сильно большой цене, производитель заявляет защиту IP68, металлический корпус, наличие динамика и микрофона, сменные циферблаты, уведомления, работу гаджета до одной недели и русский язык. И это все не выдумка, в аппарате все это есть. Конечно, не стоит рассчитывать на идеальный смарт-вотч по всем параметрам за эти деньги, но часы достойны внимания. Комплект поставки также прост. Часы, кабель для заряда и инструкция. Корпус часов сделан из металла и прочного пластика снизу. Сверху прикрыт стеклом со слегка изогнутой формой, типа 2,5D. Ремешок силиконовый, совершенно не стыдный и прочный. На корпусе имеются две механические кнопки с красной окантовкой. Справа микрофон, а слева динамик. Представляете, что за меньше чем 40 долларов умные часы могут подключаться к телефону по Bluetooth и выполнять роль полноценной гарнитуры. Более того, забегая вперед, внутри аппарата есть номеронабиратель и записная книжка на русском языке. Короче говоря, по часам Куми GT5 можно разговаривать. С таким гаджетом сталкиваюсь впервые, если честно. Здесь я имею ввиду низкую цену и возможность звонить по этому устройству. С обратной стороны находится датчик для измерения ЧСС. Насколько я понимаю, что в GT5 нет пульсоксиметра. После получения уведомления, рамка часов на лицевой стороне начинает мигать разными цветами. Не уверен, что многим понравится такая китайщина, тут уже кусовщина. Еще часы обладают степенью защиты IP68. Принимать душ с ними я не стал, но брызги и прямое попадание воды на корпус они переживают без проблем. Диаметр экрана 32 мм. Плотность пикселей такова, что вы без труда читаете информацию из дисплея. Разрешение тут 240 на 240 пикселей. Матрица IPS с большими углами обзора. Цвета яркие и насыщенные. В общем, я снова был немножко удивлен и на этот раз с качеством экрана. Его видно даже на свету. У него максимальные углы обзора. Картинка яркая, цвета не тусклые. Думаю, это уровень нормальных часов от Huawei или Hona. Дисплей имеет сенсорный слой, причем довольно чувствительный. Аппарат без труда воспринимает легкие касания и движения свайп. Регулировать яркость, кстати, нельзя. Подсветка активируется любой из кнопок на правой стороне. Можно включить акселерометр. В таком случае экран будет включаться при повороте кисти руки. Из часов можно выжать примерно 4-5 дней работы без нагрузки тренировками. Так как внутри используется батарея на 220 мАч. Это не самый лучший показатель, но за свои деньги более-менее нормально. Заряжается аппарат от фирменного кабеля с двумя коннекторами. Минус в том, что он магнитный и не очень хорошо держится. Заденете случайно кабель и он перестанет передавать энергию. У меня лично часы заряжаются на рабочем столе в углу. И в принципе никогда проблемы с зарядкой не было. Просто не ставьте их под руками, когда заряжаете. И все, проблем не будет. Они будут заряжаться. Данная модель работает на проприетарной операционной системе, как в часах подороже. Сверху вылетает меню с быстрыми настройками. Снизу меню, слева или справа виджеты с количеством шагов, чсс и так далее. В меню можно зайти и нажатием нижней механической кнопки. Верхняя кнопка только включает или выключает подсветку экрана. В меню у нас такие функции. Шаги, номеронабиратель, телефонная книга, изменение частоты сердечных сокращений, измерение давления, и я думаю, что цифры прописываются от балды, измерение кислорода в крови, датчика нет, поэтому цифры с потолка. Спортивные режимы, управление музыкой, управление камерой, отслеживание сна, поиск телефона, секундомер и настройки. При помощи номеронабирателя можно, как нетрудно догадаться, выводить номер для звонка. В приложении телефонная книга хранятся контакты, они не синхронизируются с гугл. Вносить можно только через приложение. Во время тренировок на экране отображается только время и количество сожженных калорий, не густо, конечно. Самое интересное, на мой взгляд, звонки через часы. Если вам звонят, вы просто нажимаете поднять трубку на часах. А если вам нужно позвонить, то выбираете контакт из записной книги или набираете номер вручную. Причем звонить можно даже в WhatsApp. Для этого надо набрать нужный контакт в приложении на смартфон. И звук автоматически передается на часы. А теперь попробуем позвонить через часики. Телефон у меня заблокированный, находится вот здесь, то есть в кармане как будто. Я выбираю телефонную книгу в часах и звоню. Вот пошел вызов. И вот. Алло. Алло. Приветики. Привет. Как меня слышно? Отлично. Отлично. Это я тебе через часы сейчас звоню. И у меня... Правда? Да. Я вот даже сейчас телефон накрою подушкой. Вот так. Вот так хорошо слышно? Очень. А вот так, когда я руку опустил? Немножко как будто далековато. Далековато. Ну, то есть, если в таком вот положении рука возле рта, в принципе, да, или возле груди, то слышно меня хорошо, нормально, да? Да, очень хорошо слышно. Очень хорошо. Давай, люблю тебя. И я тебя. Пока. Пока. Все, все слышно, все замечательно, можно разговаривать. Только вот, что всем будет окружающим слышен разговор. Но если вы находитесь одни, то, в принципе, разговаривать не проблема. Или, например, вы бежите куда-то. То есть, вы на пробежечке, вам кто-то звонит, вы не хотите открывать и влезть к телефону, вы только чик, взяли трубочку, бежите и разговариваете. Крутяк. В общем, Kumi GT5 выступает в роли гарнитуры, то есть, любой звук воспроизводится на часах. Громкость динамика невысокая, регулировать ее нельзя, но слышно четко и разборчиво, без помех, шума или постоянных звуков, без перегрузки. Вас слышно через микрофон на часах очень хорошо, но лучше гаджет подносить к рту во время передачи речи. Я был поражен тем, что даже такая сложная функция была выполнена качественно. Уведомления реализованы очень просто. Мигает подсветка вокруг экрана. На дисплей выводится информация, от кого и текст сообщения. К сожалению, уведомления могут быть только SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Skype и некоторых других программ. Для Telegram, например, уведомлений нет. Фирменное приложение для синхронизации данных называется Superband. Чтобы его скачать, необходимо отсканировать QR-код в инструкции или на экране часов. Программа очень простая, но показывает основную информацию. В ней же можно выбрать и циферблаты. Их всего около 6 штук, а остальные просто меняют фоновую картинку. Я бы не рассматривал данный аппарат в качестве устройства для тренировок. Программ мало, реализованы плохо. Но вот как гарнитуру, как часы и как гаджет для осмирения частоты сердечных сокращений и получения уведомления самое то. Да и экран меня очень порадовал. Четкий, яркий и большой. Жаль только, что информации маловато на экране, если сравнивать с первыми часами. Хотя уверен, что некоторые люди наоборот хотят минимум инфы, чтобы она не сбивала их с толку. Вот такие у меня сегодня два интересных экземпляра на обзоре. Лично мне часики зашли и понравились. А вы пишите свое мнение в комментариях. Ссылки на них есть под видео. И напомню, что до завтрашнего дня там акция и они стоят приятную цену. Так что если понравились, приходите и смотрите. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам дня или вечера. И пока-пока. Скоро увидимся.